Губернатор Иллинойс Джордж Притцкер обещает бороться за одобренный демократами закон, который призван освобождать даже без залога по всему штату, включая преступников, совершивших серьезные преступления. Левые направленно сеют хаус по всей стране. Левые штаты во всем потакающей повестке из Белого дома даже без доли сожаления превращают целые штаты в зоны беспредела, где людей некому защитить. Верховный суд штата Иллинойс на этой неделе приостановил действия левого закона об отмене залога после того, как суд низшей инстанции постановил, что закон нарушает Конституцию штата. Но губернатор выступил против решения судей, видимо, получив звонок из истеблишмента демпартии, и объявил в обход Конституции собственного штата собственную войну против закона и порядка. Притцкер сказал, что будет продолжать бороться за то, чтобы закон прошел через суды и, наконец-таки, превратил его в жизнь по всему Иллинойс, чтобы обеспечить освобождение подозреваемых в совершении уголовных преступлений из тюрем, пока они дожидаются суда. Но пошел бы уже дальше и отменил тюрьмы и суд, и вовсе чего уж там полумерами. Закон левых должен был вступить в силу с 1 января этого года и вынудил бы местные округа освобождать из тюрем без залога подозреваемых в уголовных преступлениях, обвиняемых в ряде преступлений, включая насильственные преступления. Вот категории преступников, за которых пекутся леваки. Это попадающие под обвиняемые в убийстве второй степени, убийстве с применением наркотиков, похищении людей, грабеже, кражи со взломом, нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах, почти всех преступлениях, связанных с наркотиками, вождение в нетрезвом состоянии при отягчающих обстоятельствах, побеги при отягчающих обстоятельствах, поджоги, запугивания и угрозах государственному должностному лицу. Среди прочего, хотя судьи тоже могут индивидуально принять решение о заключении подозреваемого в тюрьму до суда. По оценкам окружного прокурора в округе Виннибага, штат Эллинойс, около 400 подозреваемых в уголовных преступлениях будут освобождены из тюрем, несмотря на то, что их обвиняют в насильственных преступлениях. Аналогичным образом, в округе Уилл, штат Эллинойс, из тюрем будут освобождены около 640 подозреваемых в совершении преступлений, в том числе 60 обвиняемых в убийстве. Подобные законы, хотя и не полностью отменяющие денежный залог, были приняты в таких штатах, как и Нью-Йорк. И тут же привели к всплеску насильственных преступлений. Недавно опубликованные данные департамента полиции Нью-Йорка показали, что подозреваемые, освобожденные из тюрьмы, благодаря закону о запрете залога, быстро подвергались повторному аресту за другие преступления. Например, за последние пару лет 10 подозреваемых арестовывались почти 500 раз, и большинство из них по-прежнему освобождены из тюрьмы без права внесения залога. Продолжение следует...